Всем привет! Это видео про начало ремонта. Мы находимся в моем съемном домике на даче. Здесь вот такая вот обстановка. Дом сдавали много лет. И никто здесь ничего не ремонтировал. Жили понемножку, потому как тепла и воды нет. Люди съезжали. Я хочу сменить обои. При полном отсутствии денег и какой-либо помощи Ну, в общем, пока что я начну, а там будет видно вроде бы как хозяин был не против в прошлом году и просил, чтобы мы это сделали недорого. То есть у меня есть какая-то надежда, что он, может быть, что-то оплатит, какие-то стройматериалы. Клеить обои я не умею, но настолько, насколько все мы это не умеем делать. То есть были в моей жизни случаи, когда я переклеивала и полные комнаты, и красила обои. Но я не специалист. Поэтому начну. А там как получится. Что из этого выйдет и сколько времени это займет. Предполагаю, что это займет, может быть, месяц. Не знаю. Я предлагаю начать обрывать обои, потому что холодно. Иначе мы замерзнем. Нам надо... Обрывать обои... Обрывать обои в день. Ну, начнем здесь, потому что здесь они уже оборваны. Как тебе такая идея? Да? Не знаю, куда установить телефон. Ну, ты пока обрывай, а я поснимаю. Если ты освободишь руку, то сможешь двумя. Но ты можешь немного так тянуть, а по чуть-чуть. Вот, так легче гораздо. Начало положено. Там тебя пугают доски, да? Меня они тоже, конечно, пугают. Но что делать? Интересно, как будут держаться обои, если там доски? Вообще, все какое-то трухлявенькое. Тяни вниз тогда. Вот так тяни. Вниз легче будет. Я помню, что обрывать-то это весело. У меня есть дома старые обои. Точнее, у меня есть новые обои от старых ремонтов. Это же кочерга. Мы же ее видели в том году уже. А вот эти брюменьки, я отзываю. Там уже все заболевают. А, кстати, да. Это аппечка стоит. Знаешь, что-то готово. Вот это не будет. Не надо сломать. Вот это оборудование. А когда будет погода теплая, мы просто ждем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Почему тут светлая лепечка, а тут темная лепечка? Да, тут что-то прогорело от той печки насквозь. Вот это да. С той стороны стены есть плита, а тут вгоревшие бревна. Кто-то что-то, значит, там не предусматривает. А мы мне помоем эти бревна. Помоешь? Ну помой, помой. Я как раз тогда эти остатки обоев смогу потом ножичком содрать. Нет, черная не мой, а вот на остатке газетки крыской. А почему не крыской черной? Ну, потому что это бессмысленно. Вот столько удалось оборвать довольно быстро за 5 минут. Роста не хватает, стременки нет. Надо сфотографировать и хозяину показать. Нет, мы с ним договаривались. Он говорил, можете делать ремонт, только недорого. Сколько же там слоев обоев. Бомбочка там у тебя написана. Такая игрушка, как будто бы. Но ты видишь, не понимаешь этого слова. Да, такая вот игрушка странная. Ой, что я вижу. Тут можно почитать газету. Тут газетами много слоев поклеено. Раньше клеили газетки под обои. Вон сколько слоев много, много. А почему черная? Не надо. Ты думаешь, что тут будет по западу воды? Зарядил дождичек? Да, сильный. Очень сильный даже. Продолжение следует. вот сейчас можно подставить твой чайник под вот такую струю побеги подставь если не боишься где твой чайник вон он стоит но быстро бегом раз боишься я тоже не очень хочу он все сильнее ладно всем пока пока вот и была наша первая часть уборки и ремонта будем продолжать по мере приезжания сюда так сказать сейчас май месяц но как-то все по-осеннему всех люблю всех целую спасибо кто досмотрели всех целую молодец еще немножко расхламление в этом доме я нашла какие-то ведра страшные грязные одно под раковиной мы не пользуемся уже год кто-то пользовался до нас раньше руки не доходили куча ненужных вещей типа ручка ой ручка крышка без ручкой типа старинная чья-то грязная мочалка какая-то щетка под бывшей швабры какой-то крюк чем это все я с кухни вытаскивала там какие-то стаканчики в общем бе-бе-бе я все это выкидываю ура ура и вывожу на помоечку не замерзнуть в доме пришлось помыть раковину не знала уже чем заняться вот я и начистила водка тут сорти каким-то сорти просто вот не планирую тадам чистота